Здорово, друзья! В общем, сегодня у нас будет рубрика Соло против Складов. Так, автоподбор выключить. Давно не было такой рубрики, поэтому, в общем, делаем. С вас лайк, подписка, комментарий, также ссылка на мой магазин по метрошке. Если вам нужны вещи, то всё туда. Также в будущем там будут розыгрыши. Советую подписаться. Но также другие ссылки тоже будут в описании, если вам интересно. В принципе, я готов. Сейчас играл. Правда, игра не особо уж, конечно, круто идёт, но, в принципе, играть кое-как можно. Так что попробуем. Взял 8х, в принципе, понятное дело, потому что с теплоком идти в Склады, это только крысить метро. По-другому, в принципе, у нас просто вряд ли получится. На чистом воздухе, как говорится, 8х в Складах это будет самым идеальным оружием. Такс, ну что ж, игра нас не любит, это явно. И спам нам дали кривой. Ладно, попробуем отыграть от него. Будем стараться стрелять тогда в начале зажигалок. Правда, я в основном беру разрывки, но когда играешь в соло брать Складов, советую брать почти только зажигалки, потому что они скорее всего именно вывезут вам всю катку. Но никак не разрывки. Разрывки, в принципе, могут пригодиться в Кулсфайте, либо на какой-нибудь средней дистанции. И в основном это один против двоих, либо же один на один. А если врагов в Склад, то, в принципе, зажигалки будут самое то. Иначе просто вы можете получить таких люлей, что потом у вас в самих ничего не получится. Ну что, давай. Это голая, кстати, голая. Офигеть, я его не вижу, типа, по мне стреляют. Что-то, по-моему, подвисает, а пинг вроде бы нормальный. Кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Как он... Я думал, он сто процентов умрет. Понимаю. Просто, кстати, ловушка Джокера, реально, со всех сторон. То есть я выбежал, у меня и справа, и слева, и спереди это пипец. И причем, знаете, убил какой-то чувак, который очень-очень сильно притормозил вначале. Ну что ж, бывает начало, да, вот такое проиграть даже голым типам. Хотя, в принципе, я их и не видел, только одного. Ну, как минимум двоих. Они были голые, остальных, в общем-то, даже не видел. Вот так вот. Ну, со спавном это, блин, явно не повезло. Все, что могу сказать. Ну и, как говорится, лучше в соло не пушить, потому что будет вот так вот. Толпой гасят даже льва, кстати. Вот это оно. Так, я, кстати, в принципе, не удивлен. В этот раз взял чисто зажигалки, было лень покупать разрывки, поэтому будем пользоваться только ими. Ну и также, что произошло со спавном, думаю, вы, в принципе, понимаете. Я думаю, что 50% нам будут выдавать именно этот спавн. Вообще, по классике жанра, типа, в соло проскодов нам почему-то всегда дают данный спавн. Не знаю, почему и как, но в прошлом видосе в соло проскодов нам три раза подряд, и его, в принципе, выдали. Ну и сейчас два раза подряд. Так что, что вообще можно считать, это пока что 100%. Ну, на этот сезон как минимум 80%. Еще бы, конечно, знать, что за типы, потому что без этого, без инфы, как бы, будет очень-очень тяжело играть. Ой, блин, я прыгнул случайно. Ё-моё. Прикиньте, они меня заметили. Ну, это просто тупость. Типочки какие-то вроде странные. Да, блин, как он туда заполз? Ай, какой же бред, это шестерки ведь. А я так затупил. Офигеть, их еще и много, оказывается. Ну, блин, слушайте. Так, ладно, одного забрали. Очень опасно. Ну, хотя бы одного мы забрали. Интересно, они будут меня искать или будут прятаться? Вообще, очень интересный вопрос. Так, вроде, пока что здесь никого нет. Ага, он там есть. Опасненько вроде. Так, ладно. Так, а где еще один? Блин, как же это страшно, капец. А вот с какого он склада-то был? С верхнего или с нижнего? Тогда сюда граник, потому что граник нам может очень сильно пригодиться. Ну, и нам дали, кстати, шестую броню. Охренеть. Голый тип. Чисто голый. Да капец, это вообще стрёмно. А вот а где их искать-то? В этом весь прикол то, что, ну, я не могу их нормально расглядеть. По ним никакой инфы просто тупо нет. Да уж, в любой момент могут зажать с любой травинки, чтобы вы понимали. Ух ты, вон они. Какая-то стычка. А у нас фулсталик фиолетовый. 40 гранников. Фигачилл, блин, хорош. Что ж, что могу сказать? Чел, конечно, молодец. Но шаги он, видимо, вообще не слушает. Потому что, как это ещё объяснить, я не знаю. Я всё-таки подошёл в упор, а он прям лежал, лутался. Так, ну, видимо, он завалил четвёрок каких-то голых типов. Видимо, здесь были голые типы. А этот чел был, наверное, последним со сквада, который был изначально. То есть, те типы сверху голые, это отдельный сквад. Ну и этот, в принципе, наверное, тоже с их сквада. Ну, в принципе, вот таким образом картина, да, складывается. Так что теперь всё будет понятно. Два сквада мы зарубили. Правда, только я забрал пятерых. Жетона четыре успел взять, поэтому, ну, типа нормально, кстати. Блин, там люди. Офигеть. Причём они в самом ненужном для меня месте. Проблемки. Просто, знаете, если там четыре шестёрки, то я их просто, скорее всего, не вывезу. Если их будет хотя бы двое, ну, типа какие-то шансы ещё есть. Правда, опять же, например, выходить в Клуз Файт на зажигалках... Ё-моё! Пипец. Ё-моё! Э-э-э, что за лёткой? Ммм, капец. Это было тяжело. Вообще ничего не залетело. Я думал, типа как-то залетит, но... Не знаю. Это было очень тяжело. Хотя, если честно говоря, второго я, ну, тоже почти забрал. Так что две брони, к сожалению, мы сливаем. Ну, блин, бывает, чё ещё сказать. Хотя, в принципе, по правде говоря, вот я рассказывал уже, наверное, раз пятый, насчёт того, что с карты захвата у меня немножко изменяется чувствительность. В общем, она сейчас и действует. Вот это вот своя чувствительность, и поэтому при стрельбе навестись на врага чё-то я не особо уж и могу. Для меня это просто тяжело. Так, ну, блин, со спауном, конечно, всё ясно. Даже говорить нечего. Вот в этом, конечно, есть минус игры соло-происходов. Либо же, конечно, мы спаун багать не будем, и заспаунимся, получается, непонятно где, и там уже, возможно, нас встретит какой-то скват. В этом, в принципе, и минус, то, что на нас там сразу же нападут. А если нападут, то там шансов выжить немного. Здесь у нас хотя бы они хоть чуточку есть. Ну и хотя бы мы имеем возможность заспауниться где-то в другом месте, а не здесь. Хотя почти 100% в этом сезоне соло-происходов именно здесь. Не знаю, как это работает, как вообще, каким образом рандомный спаун у нас выдаётся, но, блин, как есть. Одного забрали. Он, блин, прям реально знал, что здесь вообще, как бы, да, прям молодец. Причём это флоу и шестёрка кобра. И, кстати, успел дать он нам очень-очень много. Такс, ну спасибо. Хотя бы плюс-минус узнали их местоположение. Если бы я, конечно, знал, что он, типа, там один, тогда бы, да, я пошёл пушить, но, блин, сколько их вообще неизвестно. Блин, думал сниму двойка. Блин, вот там даже я никого не видел, по мне стреляют. Нормально. Ой-ё-ёй-ёй. Что-то их много, что ли, так? Блин, зажал. Всё-таки зажал. Капец. Ну, блин, когда челы умеют играть, всё-таки играть одному это очень тяжело. Ну, как бы, если честно говоря, то на моих косяках. Ну, чё, попробуем ещё попыточку, блин. Спорим вообще? Сейчас опять тот же самый спаун дадут. Вот от него реально очень тяжело отыгрывать. Я вообще не понимаю, почему нам его дают. Можно любой другой спаун. Ну, забаганный, конечно, то есть необычный, потому что забаганных спаунов, в принципе, куча, и там, блин, запускают всякие сквуды, а меня туда не пускают. Ну, что ж. Нам всё-таки дали другой спаун, это как бы хорошо. Правда, дали его не совсем, который я хотел, но всё же. Отсюда мы уже сможем что-то сделать, как минимум, потому что это не тот самый спаун, и там нам не придётся вначале как-то выпендриваться, чтобы хоть как-то выжить. Потому что там это, в принципе, так и было. Здесь мы пойдём, наверное, на гору, потому что на горе, в принципе, будет лучший обзор. Правда, одному, конечно, чекать всю гору сложновато, но мы постараемся. Главное не дать врагу подойти, потому что у нас восьмёрка, плюс зажигалки, плюс МКшка. В принципе, всё самое то, с чего нужно держать очень-очень дальнюю дистанцию. Будем пользоваться. Так, сейчас есть вероятность того, что к нам отсюда пойдут люди. Хоть оно не мало, но всё же. Это голое, что ли, или показалось просто? Ну хорошо, эти пробежали. Интересно только, куда они пойдут. Мне выгодно, чтобы они начали стреляться. Ну, типа вот так вот. Правда, скорее всего, было по бату. Во, блин, смотрите, как к нам, походу, идут. Так, там взрывы. А здесь выстрелы. Офигеть. Офигеть. Я думал, там чисто дальний будет, а здесь, видите, чел успел подойти даже в упор. Блин, у меня зажиги. Клуз файт очень опасен. Так-с, а где человек? Понял. Он меня, короче, закрутить, типа, решил. А, он не один. Так. Да как так-то? Почему? Ой. Ё-моё. Понимаете? Я случайно нажал на сраный прыжок. Плюс, сколько я ему зажигалок дал. У него, блин, они просто не подействовали, понимаете? Это такой косяк вообще. Случайная кнопка и просто... Такая катка. Хорошая. То есть, уже завали шестерку. Красный. Сталик и нокнули. Последний, походу, оставался. Можно было что угодно сделать. Гранник. Аккуратно выглянуть. Но вместо наклона и прицела я нажал прыжок. Понимаю. В общем, сегодня чисто косяки за мной. Поэтому давайте на этом закончим. Потому что... Так как всё-таки мы, скорее всего, будем сливаться так дальше. Я не знаю. Просто почему-то не идёт. И вообще... Такие глупости делаю нереально. Это вообще капец. Но всё же кто-то уже должен их делать. К тому же у меня уже затекла рука. Поэтому играть очень-очень тяжело. На этом закончим. Катки были красивые. Правда, мы ушли в минус. Такое тоже бывает. На этом всё. Не болейте. Увидимся завтра. И, как говорится, спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании. Пока.